Сегодня только ленивый не высказался на тему застоя в мобильных смартфонах. Ну, судите сами, дизайн у всех одинаковый, гибкие экраны не привнесли какого-то особо нового экспириенса, а среди мобильных операционных систем остались лишь Android, Android, какая-то система на базе Android и iOS. Что ж, давайте вернемся в уже далекий 2014 год, когда трава была зеленее, а монополия на рынке мобильных систем не казалась столь непоколебимой. И посмотрим на LG FX0, смартфон на тогда еще подающей надежды Firefox OS. Почему эта система провалилась и что из себя представляет главное устройство, выходившее на ней, сегодня в нашем обзоре. С вами Trashbox.ru. Начнем с небольшого экскурса в историю. Впервые о Firefox OS заговорили в 2012 году. Именно тогда Mozilla поделились первыми планами по разработке системы и ее скриншотами. В общем-то, идея была максимально простой, но от этого не менее интересной. Сделать систему такой, чтобы она ориентировалась в своей работе по большей части на интернет и вместо приложений использовала мобильные версии сайтов. Это позволило максимально снизить технические требования Firefox OS и практически сразу наладить выпуск бюджетных смартфонов. Уже к 2014 году смартфоны на Firefox OS продавались в 28 странах. И при этом партнерами компании выступали ZTE и Alcatel, которые, впрочем, немного мешали развитию системы. Дело в том, что и первые, и вторые отказывались выпускать смартфоны на флагманском или хотя бы среднем железе, и поэтому на Firefox OS можно было купить разве что совсем бюджетное устройство. Последней надеждой Mozilla стали LG, которые согласились выпустить смартфон на Snapdragon 400, в то время вполне себе достойный среднебюджетный процессор. Собственно, эта модель под названием FX0 и попала ко мне сегодня в руки. Однако, раскрою карты и признаюсь, что он не спас Firefox OS. И уже через год Mozilla заявили о закрытии операционной системы, ровно как и о конце планов по выпуску системы для умных часов и умных телевизоров. Firefox OS канула в небытие. Что ж, теперь можно приступить и к самому смартфону. Начнем с дизайна, потому что он здесь в хорошем смысле вызывающий. Я, если честно, обожаю прозрачные устройства, хоть их и не так много на рынке. Что ж, не снимая крышки, здесь можно рассмотреть аккумулятор, лоток для сим-карты, а также несколько шлейфов внизу и даже спереди можно посмотреть устройство кнопки. Что радует, компания не пытается обмануть покупателя и подсунуть вместо настоящих запчастей виниловую наклейку, которая смотрится красиво, как это делали Xiaomi в своих Explorer Edition. Здесь все запчасти, которые просвечиваются, настоящие. Вы можете это почувствовать, потрогать. Точнее, вы не можете, но я могу, поверьте. Еще хочу отметить такую маленькую, но очень милую пасхалку, как логотип Mozilla на кнопке, которая переливается. Он голографический. В общем-то, в остальном смартфон представляет из себя довольно стандартное для 2014 года устройство. И легкий, при этом здесь небольшой экран с рамками. Есть разъем для наушников и microUSB на нижней грани. Что касается 4,7-дюймового дисплея, который расположился на передней панели LG FX0, то у меня о нем только хорошее, ведь он довольно яркий, а разрешение HD на 4,7-дюймах достаточно, чтобы не видеть пиксели. Все-таки PPI 312 это почти как ретина на iPhone. Что еще хочется сказать, так это то, что я конкретно отвык от острых углов в смартфонах. В последние годы все устройства выходят только со скругленными краями, и видеть вот такое довольно шокирующий контент. А теперь немного о железе. В смартфон установлено 1,5 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенный, и процессор Qualcomm Snapdragon 400 с тактовой частотой до 1,2 ГГц. Конечно, это далеко не флагманское железо, но в случае с Firefox OS это, наверное, сродни Snapdragon 8 Gen 1, потому что, я уверен, более мощных устройств на Firefox OS не было. Также стоит отметить, что здесь есть NFC-чип, что довольно прогрессивно для 2014 года все еще, и, наверное, больше рассказать о LG FX0 нечего. Хотя можно еще рассказать про аккумулятор, он здесь не самый емкий, всего на 2370 мАч. А ваш iPhone так может, а? Но, знаете, инженеры в Firefox OS добились максимальной энергоэффективности путем отсутствия приложений. Делать на Firefox OS нечего, собственно, и зарядка поэтому садится медленно. Ко мне в руки попал смартфон на базе B2G OS 2.1.0.0 при релиз, и у меня остались исключительно положительные эмоции о его работоспособности. В системе есть милые анимации, а стоковые приложения вроде почты, календаря, часов, параметров, FM-радио и галереи работают, ну, более чем плавно. Можете сами оценить сейчас это, смотря на наши красивые проводочки. Конечно, стоковых приложений здесь не так много, как в Sailfish OS, например, о которой мы также рассказывали на канале. Но я не думаю, что они бы спасли ситуацию, ведь это не дело все заменять стоковыми приложениями. Поэтому я думаю, что разработчики Firefox OS просто не угадали. Они надеялись, что разработчики других сайтов будут охотно адаптировать свои страницы под Firefox OS и делать такие мини-приложения на основе мобильных версий. Но никто этого не захотел делать. Вполне ожидаемо. Вообще интерфейс Firefox OS довольно минималистичен. Здесь, по сути, есть только главный экран, а также шторка уведомлений. Переключение между приложениями осуществляется либо посредством свайпов, либо при помощи кнопки «Домой». В общем-то, это выглядит всего лишь как минималистичная оболочка для Android. На отдельную систему, по крайней мере, визуально не особо тянет. Основная камера, которая здесь всего лишь одна, привет из 2022 года, когда уже есть и смартфоны по 5-6 камер, выдает довольно посредственные для 2014 года фотографии. Ведь даже в дневное время суток на LG FX0 можно получить смазанный снимок. Я уже молчу про вечернее и ночное время. Чуть лучше работает фронталка, но все еще она довольно шумная, а разрешение в 2 мегапикселя не позволяет сохранить этот снимок на память или тем более выставить в Инстаграм. В общем, не зашло. Подводя итоги, хочется сказать, почему. Почему Firefox OS так провалилась? Ведь в 2014-м возможность использовать мобильные версии сайтов вместо приложений звучало как то самое облачное будущее, которое нам обещают до сих пор. Определенного ответа на этот вопрос у меня нет. Возможно, дело в том, что iOS и Android уже набрали силы и сформировались как системы к тому моменту. Возможно, дело в непривлекательности бюджетных смартфонов, потому что на Firefox OS не было нормального флагмана, который хотелось бы хотеть. На данный момент можно смело сказать, что Firefox OS, к сожалению, мертва. Да, энтузиасты что-то продолжают делать на форумах, но никуда это не идет, и я думаю, это не тот уровень, который Mozilla хотели достигнуть. Что касается самого смартфона, он как минимум интересный. У него прозрачный корпус, по-настоящему прозрачный корпус. У него яркий экран, довольно достойное железо, которое хватило бы, наверное, многим пользователям Android в 2014 году. Но, к сожалению, он работает на Firefox OS. Я думаю, если бы LG выпустили его на Android, то как минимум какую-то аудиторию он бы сыскал. Ну, я ведь не один люблю прозрачную технику. С вами был Trashbox.ru. Подписывайтесь, ставьте лайки и пользуйтесь только смартфонами на живых операционных системах. Реально не советую пользоваться мертвыми. До свидания. Субтитры предлагал DimaTorzok